Всем привет! Меня зовут Мария Сафина, я нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале Здоровый образ жизни в удовольствии. Сегодня мы с вами разберем тему детоксов на соках, на смузи, на чаях, на отварах, трав. В действительности ли детоксы так нужны нашему организму и очищают ли они наш организм от накопившихся в нем токсинов и шлаков. Итак, поехали! Для начала давайте разберемся, что же такое токсины и что такое шлаки с точки зрения медицины. Итак, токсин это какое-то ядовитое вещество, конкретное, с конкретной формулой. Это может быть яд, это может быть яд растения, животного. Также это может быть избыточная концентрация в организме алкоголя, какого-то лекарственного средства, наркотического средства. И для того, чтобы спасти жизнь человеку от избыточного нахождения данного конкретного вещества, необходимо быстрое медицинское вмешательство. То есть здесь точно нужна медицинская помощь. Детоксикация как раз и называется это экстренное медицинское вмешательство, в результате которого из организма человека, из крови удаляется избыточное количество токсина. Что же такое шлак? Вообще в медицине понятия шлак нет. Это отходы от производства различных металлургических. И даже если предположить, что вот эти вот отходы как-то в организме откладывают, неужели вы думаете, что вас спасут от них какие-то сладкие водички и сладкие соки, у которых КБЖУ построено на высоком просто количестве простых углеводов? Конечно же нет. На самом деле нужно помнить, что вся эта детокс-индустрия это огромная система с многомиллиардными оборотами. Существуют люди, которые несколько раз в год проходят вот эти все детокс-системы на смузи, на соках и так далее. Да, они теряют вес, но при этом они возвращаются к своему хаотичному питанию, все более и более изнашивают свой организм вот такими вот постоянными низкокалорийными дефицитными детоксами. Итак, не существует таких мест, где накапливаются у человека токсины и шлаки в организме. Я думаю, что вы это уже поняли. Также существует такой миф, что печени нужно помогать очищаться, ведь сама она почему-то не справляется с этим. Но на самом деле у здорового человека печень отлично функционирует. Для своего функционирования она берет аминокислоты, витамины, минералы, которые поступают в нее вместе с полноценным питанием. И вот как раз просидев две недели на смузи и соках, мы лишаем печень минералов, витаминов, аминокислот. То есть в печени на самом деле происходит огромное количество биохимических реакций, которые определяют здоровье нашего организма. Когда мы сидим на соках и смузи, что мы получаем, какие нутриенты, посмотрите на БЖУ соков и смузи, это простые углеводы, нет клетчатки, никакой витамина-минеральной активности там нет. Даже если вы увидите где-то в таблицах, что в гранатовом соке есть витамин С, я всегда хотела бы вас вернуть на землю. Гранатовый сок содержит витамин С первые пять минут после того, как его отжали. Все соки, которые находятся в бутылках, которые пакетированы, которые вы не выпили сразу же после того, как вы их изготовили, не содержат ни витаминов, ни минералов. То есть посмотрите, какого огромного пласта просто микроэлементов мы лишаем свой организм, когда две недели сидим на соках и смузи. Не поступают в это время в наш организм эссенциальные нутриенты. Какие это? Аминокислоты незаменимые, которые должны в наш организм поступать только с пищей и должны поступать каждый день. Из аминокислоты у нас синтезируется мышечная ткань, именно поэтому мы теряем в мышечной ткани, когда сидим на детоксах. Не жиром мы теряем, а теряем мышцами и теряем водой. И потом, что происходит после детокса? Зажор. И у нас эта водичка, которая у нас слилась самым волшебным образом на низкокалорийной диете, на соках и смузи, она у нас возвращается. И при этом, так как дефицит достаточно большой, человек может наесть еще пару-тройку лишних килограмм, просто с легкой руки, в следующий месяц постоянно питаясь хаотично. Итак, мы не получаем незаменимых аминокислот, мы не получаем омега-3 жирных кислот, которые тоже не синтезируются у нас в организме и которые нам нужны. А где же мое здоровье? Где же омега-3? Где же моя прекрасная кожа? Где же эластичность кожи, волос, ногтей? Где красота? Так, где здоровье, да? Вот, спрашивают люди, которые постоянно сидят на детоксах и потом просто перебирают насыщенными жирами и рафинированными сахарами. Вот где не нужно искать красоты, здоровья в долгосрочной перспективе ни на одном детоксе и ни на одной супер низкокалорийной диете. Детоксы погружают человеческий организм в состояние стресса, представляете, две недели на сладкой водичке, интуитивно бедной. Вообще это ужас какой-то, испытание для организма. Я как представлю, что я бы начала детокс, я бы, наверное, не знаю, одного дня не прожила, потому что я считаю, что каждый день в организм человека должны постоянно поступать эссенциальные элементы для того, чтобы не просто мышцы поддерживать, для того, чтобы поддерживать когнитивные способности, память, обучаемость, давать энергию, работоспособность, силу выполнять различные движения, действия и так далее. Та легкость, которую людям обещают в результате детокса, это все, во-первых, эффект плацебо, то, что мы ждем, то мы и получаем, и во-вторых, конечно же, просто человек перестает переедать огромным количеством жиров, сахаров и вообще избытком огромных порций. Человек начинает пить просто водичку с сахаром, конечно же, здесь будет ощущение легкости, плюс супер низкокалорийный рацион дает знать о себе. Также производители детокс-систем на соках и смузи утверждают, что иммунитет укрепляется в результате того, что вместе с соками и смузи в организм человека поступает огромное количество просто колоссальных витаминов и минералов. Но посмотрите, пожалуйста, вот здесь нутритивная ценность сока граната, сейчас у меня будет здесь нутритивная ценность апельсинового сока, это если мы берем свежевыжатый сок. Но в смузи будет еще плюс клетчатка, а вы понимаете, что на производстве все это на кислороде воздуха некоторое время хранится. Также хотела бы заметить, что витамин С очень быстро разрушается на кислороде воздуха, витамин В9, который содержится в зелени, вот как раз зеленые смузи очень сильно расхваливают, это петрушка, брокколи, сельдерей, он очень быстро разрушается и на кислороде воздуха, и при контакте с металлическими поверхностями. Поэтому если при приготовлении смузи была использована металлическая посуда, то не ждите там большого количества витамина В9. Образование различных продуктов метаболизма для нашего организма это нормально. У здорового организма в норме выведением продуктов метаболизма осуществляется с помощью кожи, органов дыхания, также лимфатической системы, органов мочевыделительной системы, почки и также через печень. То есть, если человек здоров, у него самоочищение вот это и выведение продуктов метаболизма нормальных для деятельности организма, здорово, прекрасно все это выводится. Печень прекрасно тоже занимается самоочищением нашего организма, в этом и состоит ее функция обезвреживать, в том числе различные токсичные вещества, тяжелые металлы, которые поступают у нас в организм. Для этого у нас, кстати, в печени есть система детоксикации. В состав ферментов системы детоксикации нашей печени входит медь, входит цинк, то есть вот эти вот ионы, они поступают у нас с питанием и, соответственно, идут тоже на деятельность детоксикационной системы нашего организма. Если питание сбалансировано, если с помощью питания вы поддерживаете здоровье своего организма, если питание состоит из монопродуктов, щадящей тепловой обработки, если вы не переедаете по калориям, соблюдаете свой КБЖУ, то все будет прекрасно. Организм сам будет выводить продукты метаболизма и печень сама будет прекрасно очищаться. Другое дело, если есть какие-то заболевания, это, соответственно, уже к врачу. Итак, мы с вами разобрались, что соки и смузи это простые углеводы, также различные чаи, в них часто добавляется мед, простой углевод с нулевой нутритивной ценностью, тоже в организм вместе с медом поступает преимущественно фруктоза, глюкоза и сахароза. Кстати, про мед у меня есть тоже отдельный выпуск. Также я встретила здесь состав вот такой смузи с коллагеном, якобы вот коллаген и смузи он, ну, наверное, улучшает внешний вид. Коллаген это, во-первых, белок неполноценный и когда коллаген у нас в организме расщепляется до аминокислот, не факт, что эти аминокислоты пойдут именно в кожу, то есть организм сам распределяет, куда аминокислоты. Вот этот неполноценный состав аминокислот, полученный из коллагена, он отправит, может быть, в кожу, может быть, в мышцы, может быть, еще на выполнение каких-то биохимических важных функций. То есть здесь, чтобы иметь гладкую кожу, классную, волосы, ногти здоровые, вы должны просто набирать свою норму белка качественными монопродуктами, а не пить различные смузи с коллагенами, тем более с медом. Интересный состав я такой встретила, вот здесь пример. Также при детоксе на смузи и на соках у нас в организм не поступают такие жизненно важные элементы, как витамин D, витамин E, кальций, цинк, магний, все витамины группы В. Можно просто перечислить вот этот весь алфавит витаминов и минералов, да, цинк, медь, железо тоже. В гранатовом соке железа очень-очень мало и усваивается оно плохо. И в гранатовом смузи тоже. И что же вы хотите по здоровью после того, как вы две недели просидели на нутритивно-бедной, богатой простыми углеводами, сахарами, то есть диете? Да, никаких преимуществ по здоровью не будет, никакой очистки, ну, ее вообще не бывает, да? А будет что? Будет накопление дефицитов по данным элементам. И потом просто организм, он заполняет огромным количеством еды, на которую вы бросаетесь, у вас начинается жор, он заполняет все эти дефициты. И вот этот, да, зажор, он может затянуться, на самом деле, на очень длительное время и закончится следующим, чем? Детоксом. Вот в этом вот колесе сурка человек и живет от детокса до детокса. Также часто на детоксах обещают восстановление и улучшение качества микрофлоры. Представляете, что если вы несколько дней голодаете, а потом вы снова начинаете есть насыщенные жиры, огромное количество сахара, транжиров, то есть, если человек возвращается к своему хаотичному питанию, то микрофлора-то, она тоже изменяется под стать тому питанию, которое сейчас есть у человека. Если вы хотите классного качества микрофлоры, то и качество вашего питания каждый день, каждый прием пищи должно тоже быть классным. Микрофлора строится на базе несладких монопродуктов, обязательно должно быть нужное количество клетчатки, овощей, фруктов, ягод, они должны быть каждый день, овощи должны быть и фрукты в каждом приеме пищи. Это орехи, кстати, по последним исследованиям грецкие орехи нормализуют микрофлору толстого кишечника, то есть, тоже являются пробиотиком. Это не сладкие молочные продукты и это обязательно крупы, в которых также содержится клетчатка. Все это на ежедневной основе и при низком количестве добавленных сахаров, то есть, явно меньше, чем 25 грамм добавленного сахара в день или 5 кубиков добавленного сахара. На самом деле, это тоже очень-очень много и чем меньше добавленного сахара, тем лучше. Ну, конечно, лучше к нулю все это дело сводить. Почему же люди худеют на детоксе? Я думаю, что вы уже поняли. Просто огромный дефицит калорий. Худеют в основном водой и худеют в основном мышцами. И самое главное, ни один детокс не формирует навыков здорового питания, навыков грамотного пищевого поведения. А наоборот, способствует вот этим вот постоянным голодным качелям. То зажор, то диета. То зажор, то диета. Подумайте, как вы хотите строить свое здоровое питание и здоровье своего организма. Постоянно вот так вот кататься в течение всей жизни. Или, наконец-то, начать строить свой рацион, например, используя правила здоровой тарелки, используя средиземноморский тип питания, уменьшая количество добавленного сахара. Также добавив физическую нагрузку как стимул вам к красивой фигуре и прекрасному настроению. И, конечно же, здоровому и активному образу жизни. С вами была Мария Сафина, нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока!